Значит, договоров нет, всё, отключаем. Краевско-Греческая, 18-дроп-2. Этот 38-квартирный дом сдан, но без технических условий. В таких же личных условиях, без системы канализования, 15 семей живут вот уже три года. Имеющийся септик, рассчитанный всего на пять квартир, просто не справляется с реальной нагрузкой. И, по сути, является фикцией. Кстати, отсутствие договора на подключение к централизованной канализации – это не единственное упущение недобросовестного застройщика. У застройщика получается, что аресты пошли на других объектах, и он не доделал. Мы здесь газ сами подсоединили, электричество сами подсоединили, лифты доделали сами. Осталась канализация. Готовим документы, вот этот дом, который рядышком, они будут проводить канализацию всей Краевско-Греческой, и мы будем туда включаться, ну как, по тех условиям. Застройщика об отключении воды в доме оповестили. Заняться проблемой тот пообещал через две недели. Пока же заложники ситуации остаются без воды. Водопровод, к слову, проведенный к многоэтажке от соседних частных домов, перерезан и опломбирован. Текут фекалии и у парадных входов к частным домам. У большинства местных жителей, если и есть локальные очистные сооружения, то договоров на вывоз жидких бытовых отходов нет и в помине. И пока не будет этот договор заключен, предписание сейчас ему выдавайте. В каждом втором дворе селяне все еще пользуются выгребными ямами, содержимое которых вывозят раз в год, опять-таки, незаконным способом. Вы же поймите, мы же сами же не будем дышать этим, правильно? Мы же сами стараемся убирать эти ямы. Естественно, выбираем, ну, не знаю, естественно, выбираем так, чтобы машина приезжала. И договариваемся просто конкретно с водителем, чтобы они приезжали и убирали. Мое решение, конечно, заключу договор. Мне-то выгоднее, простите. Если частным образом машина стоит 5 тысяч, так, а если, ну, официально, как мне сказали, 3 тысяч, естественно, выгоднее. Без договора на вывоз канализационных отходов жители не имеют права обеспечивать водой. Об этом селянам еще раз напомнят на общем собрании. На необходимость его проведения главам районных администраций указал первый вице-мэр курорта. Работа идет достаточно эффективно. Водоканал отключает неканализованные объекты, либо те объекты, у которых нет договора на вывоз жидких бытовых отходов. Им дается срок для устранения. Они этого не делают. Самовольно подключаются. В этом случае, конечно, приходится принимать радикальные меры в виде отключения от водоснабжения и обращения в суд за наказанием. Болезненно люди воспринимают, но требования законодательства никто не отменял. Экология должна быть на должном уровне, тем более у нас в городе Сочи. Поэтому ежедневно такие мониторинговые группы работают. В Сочи работу по пресечению сбросов неочищенных канализационных стоков на рельеф и в Ливневку активно развернули в середине 2015 года. Тогда и было выявлено 13,5 тысяч нарушителей экологического законодательства. Сегодня их остается чуть более двух тысяч. А это значит, что мониторинги будут продолжаться, пока нарушителей не выведут на чистую воду. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.